Ну да, так что тут вот все время волны, и, конечно, надо образовывать. Я считаю, что вот такие наши собрания надо выносить в интернет и широко, для того, чтобы люди все-таки могли приобщаться к тому, чтобы увидеть, где хорошее, настоящее, а где подделка. А сегодня таких подделок учитывается. Сама конструкция этой книги заключается в том, что это довольно-таки объемная толстая книга на 260 страниц, если не ошибаюсь, но в этой книге пустые страницы и только два слова. Если, допустим, воспринимать это как концепцию него, то да, это может быть. А если как литературу, это может быть или нет? Вот у меня вопрос. То есть можно его считать за литературу? Так, а вспомни черный квадрат. Ну, вот, да, черный квадрат, да, там черный квадрат. Нет, ну, в данном случае в книге, в литературе, да, это слишком очевидно. Она имеет огромный коммерческий успех. Огромный. Его раскупают только так. 260 страниц. Пустые страницы. Два слова. Я видел еще и выставку, состоящие в этой книге. Нет, это вопрос, а к кому-то, допустим, о чем мы сейчас в целом говорим. Нет, Владимир, в этом ничего нового нет. Ровно 50 лет до выхода этой книги. Да, черный квадрат. Да, черный квадрат, это не относится. Это другой. Я бы спросил. Франц Клайн, Ильев Клайн, их было два. Один талантливый, другой считался художником. Талантливый. Пригласил на выставку. Очень успешный, конечно, был художник. И действительно, по рождению художника, по идеологии. Пришли люди. Это продолжение книги. 50 лет назад это было. Я маленький был, но помню. Голые стены. Этикеточки. И вес в золоте. Называлось нематериальный объект. Он настолько был большой художник. Что он говорил? Все, что на карте, вы поезд искусству и поезд художникам. И довел публику, вот этот весь, пиар, то, что мы сегодня говорим. Что объявляют, не объявляют. Он их проверил. Пришли все богатые, все умные. Все это самое. И покупали эти бумажечки за слитки золота. Он потом, как честно, человек покончил с собой. Так что эта книжка с пустыми страницами, это уже был... Вопрос не тот. Подобно примеров можем пронести множество. Но здесь стоит вопрос опять. Вот данный конкретный пример, один из примеров, про эту книгу. И здесь этот вопрос стоит. Существует это хорошо или плохо? Это хорошо или плохо? Во-первых, я задаю такой вопрос. Я не знаю ответа на самом деле. И критерия оценки, нужны ли они вот такие. Я тоже не знаю от того. Здесь просто можно как бы на эту... Вот так просуждать вот в таком смысле. Вот в искусстве иногда наступает момент, когда какая-то тенденция загоняет, то есть доходит до самой последней точки. Это вот минимализм, доведенный до какой-то вот... Абсолютно. До последнего предела. В принципе, то же самое и черный квадрат, который тоже можно носить к минимализму, который как бы тот же самый Малевич. У него где-то он был фавистом, сначала был импрессионистом, потом проходил через сиатизм, потом стал конструктивистом или там с футуристическими этими делами. И постепенно он все уменьшал количество вот этих структур в работе. И в конце концов дошел до идеи, что все структуры уничтожили. То есть это логический ход. Это как бы здесь виден путь, но какую цель он приводит, мне до конца непонятно. Но путь виден очевиден. То есть это... Так же, как, например, Джексон Поллок, он противоположную тенденцию довел до своего логического. Настолько насытил красками, причем не рукотворными, а из банок лилось, что больше этого уже более живописной живописи невозможно представить. Хотя следующие поколения могут сделать и минимализм еще минимальнее, и эту как бы барочность еще барочнее, можно быть, я не знаю. Это просто, по таким вот, как бы, казусам, это просто показывает какие-то конечные точки в процессе. Может быть, я точно не знаю. Может быть, не конечное начало. Может быть, начало. Каждый конец это начало. Нет, черный подряд Малевича, можно прочитать совершенно по-другому. Да как угодно. И книгу. Чем более климатичнее. Мы все примерно знаем, почему здесь нет других обыгрей. А ты их не пригласил? Нет, это мы их не пригласили. Потому что мы вообще не думали, что они испугались. Нет, они совсем не испугались. Вот мы только как-то решили, допустим. И вот представь себе, мы бы сейчас взяли и пригласили сюда парочку хороших реалистов, допустим. Хорошей эластической школы, которые бы отвечали за свою живопись прекрасную. Понимаете? Вот. Вот давайте подумаем на эту тему. Ну где их взять сейчас, вот этих живописцев? Реализм. Чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем. Чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем. Чаркин говорит. А вот ты бы пригласил кого-то из них? Ахи. А вы что-то такое новое, что-то скажете? Да нет ничего нового, только о качестве разговора, только о качестве. Вот понимаете? А как определить качество? Ну вот так же, как мы внутри себя определяем, но у нас... Придерить качество, вот я не понимаю. Это и все хорошо, это и все хорошо, это и все хорошо. Вот так если хороша, мне плохо, и что тебе хорошо, мне плохо, и так мы можем бесконечно эту тему рассумевать. Неужели вы хотите, чтобы вы все-таки говорите, что это хорошо? Это и все-таки рисунок. Нет. А что же такое? Я хочу сказать, что видите, мне не кажется, что сражается какая-то общее боевое поле. Несмотря на то, что у всех болит то, о чем ход, все какие-то вещи, но... Да меня это все-таки еще не достучало. Тем не очень важен, когда мы действительно воспоминали. Как бы сбил возможность осуществления. Первое, возможность связанная с оценками, да? Как корректно оценить достойное и недостойное имени. Кто лежит в то ли искусство, то ли актуального, то ли современного. А второе поле принадлежит смыслу. И, соответственно, вопрос стоит о том, насколько убедительным является наше представление об этом смысле. То есть, в действительности мы понимаем существо художнического дела, и можем ли мы это понимание обнарушить с достаточной убедительностью. Вообще говоря, эти вещи связаны, но все-таки друг другу достаточно противоположны. И в одном из всех вопросов, который здесь был задан письменно, это противоположность, мне кажется, очень верно выражена. Когда противопоставил, ну, противопоставил акт искусства и друг друга. То есть, то дело не в том, что противопоставить, а все-таки само понимание дистанции очень существенно. Очень существенно не зловать о том, что смысл любого дела, в том числе и живописного, абсолютно безотносительных к результатам. И при полном отсутствии этого самого результата он таким может оставаться вполне свободным.